Каждый сходит с ума по-своему. Так Зюганов в интервью РБК отреагировал на идею другого использования Мавзолей. Лидер КПРФ презирает объявленный Союзом Архитекторов России конкурс на лучшее применение охраняемого ЮНЕСКО-объекта на Красной площади. При этом глава Союза отметил, что не предлагал выносить тело Ленина или перестраивать Мавзолей. Что тогда предполагает новая концепция? Мавзолей без Ленина. Союз Архитекторов России намерен собрать банк идей по эксплуатации охраняемого ЮНЕСКО-объекта на Красной площади на случай, если тело вождя будет захоронено. Союз объявил конкурс на лучшую концепцию использования здания Мавзолей, говорит президент Союза Архитекторов, член Архитектурного совета Москвы Николай Шумаков. Почему сейчас? Потому что мы все переживаем, беспокоимся и болеем за нашу многострадальную российскую архитектуру. И когда вдруг появляются такие экстремистские заявления о сносе Мавзолея, они появляются в определенных кругах, мы, естественно, с этим боремся. Потому что мы, во-первых, за сохранение Мавзолея, а во-вторых, мы никоим образом этим конкурсом не говорим, что Ленина надо вынести. Почему я вам об этом говорю? Потому что у меня идут звонки за звонками, и весь текст уже перебрали как могли, мы не собираемся выносить Ленина из Мавзолея. Пускай вынесет кто-нибудь его без нас. Потом, через год, два, десять, пятнадцать, двадцать лет, Ленин завещал, что похоронить его рядом с мамой на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Это рано или поздно случится. Мы объявили конкурс на сбор банка идей. Наше предложение Союза Архитекторов использовать его в качестве одного из филиалов Музея Архитектуры. Счусева. Мавзолей построил Счусев. Более того, находятся они буквально в десяти минутах ходьбы друг от друга. Даже у нас есть предложение, что там можно выставить. А можно выставить конкурсные материалы по... Я не помню, конкурс, по-моему, в двадцать пятом году проходил всенародный конкурс на Мавзолей Ленина. Эти материалы есть. Это очень интересные материалы. Им будет интересно посмотреть, что сто лет назад думали и профессионалы, и непрофессионалы об этом здании. Президент Союза Архитекторов в России Николай Шумаков. Музей Щусева даже не в курсе этой инициативы, говорит его директор Елизавета Рихачева. Могли бы хотя бы поинтересоваться мнением музея на Сичи. Ну ладно, это бокс. Второй момент. Если бы, предположим, стал всерьез вопрос о том, чтобы разместить в Мавзолее какую-то экспозицию, я бы поставил, наверное, модель Большого Кремлевского дворца. Архитектора Бажанова. Одна утопия хоронила бы себя в другую утопию. Совершенно точно я бы не стал делать там экспозицию по Мавзолее. Это полная страшная банальность. Насчет своих сотрудников не знаю, но мое личное отношение это глупость. Сделано ради хайпа, не имеющего с собой никаких реальных потребностей. Это ни в коей мере не соответствует решению проблем музея. Не решает ни одной из наших задач. Мне кажется, что время еще не пришло решить проблему Мавзолея. Я думаю, что может быть лет через 20-25. То есть и филиалом делать его тоже нецелесообразно? Я думаю, что рано или поздно он, конечно, станет филиалом какого-нибудь музея. Скорее всего, это будет музей исторический, музей Московского Кремля. Это неизбежно произойдет. Возможно, и музей архитектуры тоже. Но я думаю, что это просто не тема для разговора. Из серии хорошо было бы открыть филиал музея на Марсе. Степень вероятности и того и другого она практически равна. Поэтому чуть-чуть обсуждать. Директор музея Щусева Елизавета Лихачева. Объявление о проведении такого конкурса неприемлемо, считает депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Правоприемственность тысячелетней российской истории и советской эпохи незыблема. Поэтому и охраняются конституцией. Поэтому такие действия провокационные должны попадать под уголовную ответственность вот этих деятелей. Это такие архитекторы цинизма, провокаций. Напомню, что это не просто мавзолей Ленина. Это символ духа советской эпохи, вокруг которого похоронены 32 маршала, великие конструкторы нашего ракетно-ядерного щита, Гагарин со своими друзьями. Все это находится там. Сначала лезут в мавзолей, дальше они полезут раскапывать всю Красную площадь. По их логике, они вообще бы весь Кремль бы освободили и сделали бы какую-то свою очередную выставку а-ля современности с нетрадиционными взглядами. На Красной площади уже чемодан Луи Виттон стоял цинично, который выкинули оттуда. Александр Ющенко, депутат Госдумы от КПРФ. Регистрация участников конкурса продлится до 19 октября. Объявление результатов запланировано на 13 ноября. Организаторы отмечают, что в состав жюри приглашены в частности глава Минкульта Ольга Любимова, лидера КПРФ «Справедливая Россия» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Зюганов в интервью РБК уже заявил, что презирает идею другого использования мавзолей, отметив, что каждый сходит с ума по-своему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok